Шприц новый, который вот новая партия, они усовершенствовали шприц, поменяли и поршень, и ложа для пальцев. Он стал еще более удобный, и он настолько удобный стал, что с ним не хочется реально расставаться. Его берешь в руки и не хочется его никуда откладывать потом. Поэтому препараты прекрасные и высококачественные. Следующее, на что мы обращаем внимание, переходим дальше к нашим показателям, это концентрация гиалуроновой кислоты, безусловно. Мы с вами сказали, чем выше концентрация, тем более плотный по своей консистенции будет препарат. На самом деле по технологическим параметрам, такого параметра как плотность нет. Филлер выпускается с завода, и у него есть только три характеристики. Это вязкость, эластичность и текучесть. Только три вот этих параметра. И соотношение вот этих параметров друг относительно друга, более вязкий препарат, или он более эластичный, или более текучий, будет характеризоваться уже. В остальном соотношение вот этих трех параметров будет говорить о том, какой будет плотный или пластичный, более препаратный, но концентрация будет влиять вот таким образом, как мы с вами уже обсудили. Если меньше концентрация, то будет более текучий, я бы сказала, более текучий будет препарат. Так, каждая компания-производитель, мы с вами сказали, имеет свой способ стабилизации препаратов, и от этого тоже будут зависеть многочисленные свойства. В качестве стабилизатора может выступать много чего. Наиболее известный у нас это ВДДЕ, стабилизирующий агент, 1,4-будотиологи, глицидиловый эфир. Также может выступать в качестве стабилизатора ДИБУКСЯ, ОКТА, ДИВЕНИОСУЛЬФОН, также даже формальдегид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok